Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день вам есть что посмотреть по танкам. Как только что-то в игре появляется, сразу публикую видео. Хотите ничего не пропускать, я думаю, вы знаете, что необходимо сделать. Ну а в частности, подписаться на канал, прожать на колокольчик и обязательно выбрать все уведомления с канала. Также буду вам безумно благодарен за лайкос под данным видео. И неожиданно появилась еще одна рулеточка, помимо той, которую сегодня уже завозили. Это розыгрыш Defenders. Розыгрыш на сертификат на Defenders это главная награда данной рулетки. Плюс к тому сюда насыпали всякого рода дребедухи, которые особой цены не имеют. Ну допустим, те же самые три контейнера, собери их все, которые вы будете брать по одному из этой рулетки, платив за каждый прокрут, вы и так можете купить себе за полторы тысячи голды абсолютно спокойно. Также стоит отметить, что есть Defenders контейнер на TSL7 Defender. Это последний Defender, который в игру добавлялся. И тачка, кстати, довольно неплохая. Он у меня есть, порой на нем играю, получаю удовольствие. Причем положили сюда четыре таких контейнера и опять-таки доставать их будете по одному. Есть один из моих самых любимых обвесов. Обвес действительно очень классно смотрится. Мне лично Хранитель Неба заходит на все сто. Хотя я не сильно люблю в целом обвесы в нашей игре и половина из них меня не интересует абсолютно. Есть два раза по 5500 свободного опыта, как мне кажется абсолютно неинтересный, но в стиле Defenders с буквой D и молнией. Анимированный аватар, ненавистные мною песочные контейнеры, которые могут выпасть вам опять-таки всего лишь по одному и целых три раза. Еще один обвесный слоган. Есть сертификат, с которого вы 100% получите какой-нибудь себе танчик нижних уровней. Но большинство этих машин не стоит практически ничего и цены колеблятся в районе 50-150 голды. Короче говоря, даже если вы его выбьете, то скорее всего стоимость этого прокрута однозначно не окупится стоимостью машины, которую вы получите. Если только вы не коллекционер и этой машины не было у вас в ангаре. То бишь, если будете получать машину, чтобы ее продать, то голду назад не вернете. Теперь в отношении главной награды. Главная награда это сертификат, из которого вы 100% забираете себе какого-то дефендера. Причем стоит отметить, что дефендеры начинаются с пятого уровня. U5. Три машины, а именно пятерка, шестерка и семерка. И в свое время, даже недавно сравнительно, были ивенты, в которых необходимо было просто нанести либо 50 тысяч урона, либо 350 тысяч урона. И в зависимости от того, какой из этих ивентов вам выпал, вы забирали себе две каких-то машины. Либо пятерку и шестерку, либо шестерку и семерку. Ну и стоит также отметить, что здесь есть еще одна шестерочка, единственная из дефендеров, которая отсутствует у меня в коллекции. Это Черчилль W. И я бы хотел его себе получить, но понятное дело, как можно дешевле. Теперь в отношении компенсации. Как вы видите, за дефендеров здесь компенсация идет в зависимости от того, какую машину вы достаете. Если это будет коллекционка, то в лучшем случае 3750 голды. Ну а если вы достаете себе какую-нибудь машину премиумную, то получаете как максималку полтора миллиона серебром. И теперь возникает самый важный вопрос, который стоит поставить перед собой и найти на него правильный ответ перед тем, как начинать крутить рулетку. Ну и соответственно выставлять себе границы прокрута данной рулетки. Это стоимость самой рулетки. Если просчитать стоимость всех 20 вот этих вот прокрутов, то, ребят, получается 15555 голды. Я лично считаю, что данная рулетка выведет вас в ноль только в нескольких случаях. Первый случай, точнее даже не так, в единственном случае. Это если вы заберете себе сертификат на дефендера, ну с условием того, что вы прокрутировали рулеточку до конца. Заберете сертификат себе на дефендера, получите из него какую-нибудь восьмерку, которой у вас не было. Предельная цена которой 7500 голды. Но на данный момент я считаю, что 8-8500 как максимум стоят просто из-за того, что они максимально новые. Это сам TSL-7. Ну и Корнервон Дефендер. И то далеко не для каждого танкиста. Остальные дефендеры, такое себе, дефендер МК-1, да, остается, наверное, самым лучшим дефендером из всех представленных дефендеров в нашей игре. И на него ценник тоже 8000. Плюс к тому, вы должны из какого-то, из вот этих вот контейнеров достать себе TSL. И таким образом, вы тогда получаете себе 2 восьмерки за 15500 голды. 15500 голды за 2 восьмерки, это, ну знаете, прям совсем в притирочку вам повезло, чтобы просто выйти в ноль. Ну а выйти в плюс на данной рулетке, в принципе, невозможно. Просто исключительно математически. Что буду делать я? Я посмотрел, здесь есть прокруты до 10 прокрута за 1000 голды. Дальше они начинаются опять, начиная с 11 уровня, с какой-то плюс-минус минимальной цены. И поднимаются опять-таки до 1000, ну а дальше уже без уменьшений на увеличение. Вот я и подумал, если крутить данную рулетку, то в любом случае поставить себе какую-нибудь границу. Стоимость, за сколько я готов забрать какого-нибудь Defender, чтобы получить за него компенсацию, в лучшем случае, голдой. Не сильно плакать, если получу серебром, но, скорее всего, сопли подотру довольно-таки серьезно. Ну а в идеале получить себе Черчилля, во что я, в принципе, не верю. Потому что шансы выпадения сертификата на Defender, ну, практически не то, что на уровне Плинтуса, а даже немножечко ниже. Сертификат на Defender 0,02%. В первую очередь, то, что вы будете из рулетки забирать, это контейнеры в песочницу, из которых ничего нормального не получите, целых 52%. И свободный опыт, 35% округляя. Все остальное начинается в большинстве своем с цифры 0. Что говорит о том, что вот эти вот все награды вы будете забирать, скорее всего, где-то на последних прокрутах. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Поехали, первые 50 голды, скорее всего, я заберу себе песочный контейнер. В идеальном случае забираю себе свободку. Вот она, 5500, окей, хорошо. В принципе, за 50 голды, если предложили купить, я бы, наверное, приобрел себе. Едем дальше. 100 голды. Но, давай. Еще 5500 свободки. Хорошо, спасибо большое. За 150 золота здесь пока я доволен. 200 золотом. И это при том, кстати, что на свободочку шансики были меньше. Ну а вот теперь понеслась. Душа в рай. Открываем контейнеры в песочницу. Даже не буду смотреть, что там выпадает. 330 голды. Давай еще раз мне контейнер в песочницу. Давай, высасывай голду с меня. Спасибо тебе большое, рулетка. За то, что я забираю еще что-нибудь дешманское. Вообще не понимаю эти контейнеры в нашей игре. 465 золотых монет. Че мне принесут? Но, давай. Боже диво-то дивное какое. Еще один контейнер в песочницу. Ребят, ну слушайте, расстраиваюсь все больше и больше. Теперь давайте посмотрим. Из годного я забрал себе 11 тысяч свободки. Ну а сколько голды я на это потратил, можете сейчас посмотреть. И напишите мне в комментариях, считаете ли вы, что потраченная мною голда окупает тот свободный опыт, который я получил сейчас из этой рулетки. Контейнеры в песочницу даже считать не буду. Теперь давайте посмотрим на шансы. Контейнеры в песочницу у нас, слава богу, закончились. Свободный опыт тоже закончился. Дальше у меня контейнер, собери их все. И слава богу, мне не хватает одного контейнера, чтобы тысячу себе назад вернуть. А значит, косарь вернется, если контейнер я себе этот достану. Ну и здесь у меня еще есть x10 опыта в количестве целых трех штук с вероятностью в 40%. Все остальное, опять-таки, находится на уровне плинтуса. Ну, разве что еще контейнер TSL в количестве одного контейнера. Ну что, поехали. 590 голды, ребят. 590 голды. Ииии, что у нас здесь? Вот так вот. Контейнер, собери их всем. Косарь золота возвращаю обратно. Уже хорошо. Уже, даже если в минус ушел, то не в сильно большой. 1000 вернулось. Не помню, с какой цифры я стартовал. Но давайте ради интереса посмотрим, что у нас здесь получается. У нас получается приблизительно так. 350 здесь, плюс 350, я так чисто буду округлять, 700. Плюс здесь, ну там, 500 того 1200. Плюс 600, 1800, из которых 1000 мне назад вернулось. Таким образом, получается, за 800 золота я получил себе что? Опять-таки, 11000 свободного опыта. Следующий прокрут, 700 голды. 700 золота. Что мне приносят? Ну, давай, Х10. Х10! Да, вот они. Вот они за 700 золота. Даже не знаю, стоило оно того или нет. Крутим на 755 золотых монет. Единственное, что сейчас в голову приходит, друзья мои, спонсоры и кто отправляет мне подарки. Спасибо вам большое за то, что вы мне даете возможность снимать даже вот такие вот убыточные видео, которыми я показываю реальные шансы того, что вы можете получить из рулеток, если будете их прокручивать. Я знаю стоимость каждой золотой монеты и, поверьте мне, переживаю за кровную голду каждого из вас. Контейнер TSL-7 Defender. Открываем его. Но перед этим хочу посмотреть, что в нем могу забрать. До 10 тысяч золотом. А что у меня по шансам? На сам TSL 5% и компенсация 3750. Сертификат Defender'а 3%. То есть я могу здесь сертификат забрать. Значит, шансы еще лучше. Ну, а по талисманам там мне еще собирать и собирать. А все остальное, ребят, тупо шелуха. Бустеры, 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 бустеры и сертификаты свободного опыта. Ах, да, есть еще иксы. Ну что, открываем контейнер. Смотрим, что оттуда выпадает. И смотрим, на каком прокруте я на данный момент нахожусь. Прокрут за 1000 голды делать даже не планируем. Все, ребят. Вот так вот. Вот такие результаты. 27 у меня частей талисманчиков этих на сертификатик на машину. Надо еще 3. А здесь, ребят, их как раз 3, в принципе, и остается. Но для того, чтобы до них добраться, мне необходимо потратить просто дофигища золота. Ну и при этом всем я верну себе 3750. То есть, в принципе, я все равно выйду в глубокий минус. Как я говорил, за 1000 дальше крутить смысла вообще для себя никакого не вижу. Потому что дальше буду просто уходить в минус. И ценных наград, по большому счету, здесь не остается. Пишите свое мнение по поводу данной рулетки. Пишите по поводу того, крутили вы ее или нет. Что вам оттуда выпало, если что-то выпадало. Ну а еще, если вы за честность на канале и за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Обязательно подписывайтесь на этот канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.